здравствуйте дорогие друзья уважаемые зрители и слушатели моего блога канала в ютубе но и прочих других моих проектов фролух юрий андреевич это я а сейчас о молоке но вы знаете кто меня давно смотрит знает что о молоке у меня есть три статьи базовых очень важных которые каждому советую прочесть и не судите ни о чем то говорить защищая свой любимый стакан молока как святыню так сказать издава выдавая за желаемое ваше так сказать якобы действительно перед тем как все таки вы не прочтете ну потом можете уже пытаться что-то сказать это для тех кто еще отстаивает свой пакет молока а вот и у меня есть несколько видео которые в частности и для телевидения записывал и у меня в блоге найдете кстати он позже покажу все эти ссылочки ну и вам кто хочет своим родственникам знакомым друзьям показать просто искать искать лень тяжело там но для простоты для удобства я вам помогу значит вот такой интересный кадр интересная статейка насчет японского молока а сейчас я вам хочу именно почему решил записать ролик и о чем а о том что в конце его я вам покажу прям вот кадры отрывки сканированной книги той самой которую я как-то обещал вам с моим коллегой который про спа капсулы рассказывал вот знаток японии ролик такой да был у меня что мол вот писали японцы и один автор писал что японцы говорили о европейцах причем старые времена и вот еще там сто лет назад и гораздо раньше это очень весьма интересно и вот вы прочтете что же японцы все таки говорили а пока вот буквально вкратце это насчет молока как я собственно говорил и писал своих статьях уже давно а я буду так пауза делать его потом на стоп-кадре спокойно прочтете от статьи если будет интересно что действительно началось все недавно что коммерческое всего фермерство 100 лет назад это так сказать это единична в 60 63 оккупация когда произошла фактически до после второй мировой войны американцами то европейский образ жизни стал передаваться причем вместе с этой так сказать такой некой но как бы сказать культурой в кавычках и менялась культурой разумеется японии и конечно же менялись болезни это очень интересно кто этим увлекается может изучить тот поймет что все те заболевания которые характерны для европейцев американцев автоиммунные заболевания прочие серьезные и онкология пошла в рост неимоверными темпами когда как раз стали вводить именно молоко ну тут ничего удивительного потому что если вы бы знали что такое вот эта реакция антигена антитела и что такой тяжелый казин молочный белок который дело не в лактозе а дело именно в казине на который практически не переваривается и что происходит в результате реакции антигена антитела когда чужеродный белок высокомолекулярный попадает все-таки пройдя через пищеварительную систему все-таки частично в малом проценте тем не менее в кровь возникает вот эта реакция в моих лекциях вводных по биологии подробно этот процесс объясняется значит ну а по из кто хочет так сказать материалы глубоко изучить это вот пожалуйста там например обращайтесь к профессору кэмпбеллу не только его книга популярная да так сказать китайское исследование но и другие а там есть ссылки на все научные статьи или в альтер вайса посмотрите а там есть на все журналы научные работы это кто захочет найдет в чем суть ну или мои три статьи прочтите это будет проще видео и вы все поймете теперь значит идем дальше да вот ну тут показаны такие фермы там на 50 коров так сказать там написанные вот но статья достаточно интересное так можно посмотреть вот это вот значит дальше мы смотрим так идем с вами и сейчас я вам покажу расскажу дальше самое интересное любопытное да вот таки быстро чтобы на паузу можно было поставить пролистаю ну так уж быстренько вот эти ссылочки где где можно что посмотреть так источники значит я знаю не понаслышке от людей которые серьезно занимаются своими разными видами деятельности бизнесом в том числе в японии сингапуре то есть в азии онкология в городах вот этого знаете класса но менеджеров прочее кто едят в кафе ресторанах фэдсфуд и прочее прочее сумасшедшие то есть там вплоть до например каждого второго например сингапуре талия на стаде онкологии вид то есть казалось бы это фантастика нету это так но этого нет как и не было у жителей сельской местности кто традиционно не изменив своим обычаям употребляет меня те продукты что употребляет 300 лет японии был закон по которому запрещали есть мясо он причем проект я мы говорили с моим вот коллегой в том фильме о котором я вначале голода моя интересная то самое видео о молоке молочных продуктов который в телевидении не вошла но съемка была произведена очень рекомендую посмотреть значит соответственно комментарии можно прочитать кстати в комментариях например что пишут доктора мне лично пишут на эти темы вот посмотреть очень интересно что допустим пишут ветеринары в том числе так сказать вот тут можете внимательно все изучить прочесть до ссылочки разных людей очень много и те умники которые будут пытаться там что-то высказаться ну как сказать вроде всю жизнь так ели или творог это ничего я ел и все хорошо вот я каждый день провожу консультации ко мне обращаются люди когда я вижу четкую корреляцию также как кэмпбелл и его коллеги которые тысячи экспериментов провели что четко причем кстати ветеринары писали мне уже не один что если корова высасывает свое молоко такое редко но бывает то у нее гарантированно рак желудка просто рак желудка вот прям сегодня только общался с одним человеком то же самое так сказать у него но при том что до любили свое и творог и прочее естественно есть другие факторы но эти когда ты можешь анализировать тысячи случаев и видеть закономерности именно тонкости вот эти все моменты которые можно учесть а что-то отбросить и ты понимаешь что остается когда значит ведешь аналитику глубокую но тем более в этом кстати сходны все и ученые те которые честно взглянули на эту ситуацию не пытаются выдумать себе что-то и в розовых очках же честно порядочно просто как положено честным ученому просто смотрят фактом в глаза да теперь давайте дальше и вообще вот подумайте дорогие друзья ну какое молоко вы что грудной ребенок но если вы грудной ребенок это нормально молоко своей мамы если вы уже взрослый человек о каком молоке вообще речь идет а из пакетика культурно локать искать это что такое это кого молоко коров в отделении вот это и кстати очень хорошо японцы высказали сейчас увидите по поводу молока шикарно великолепно ну локать молоко это так сказать для взрослого разумного человека просто идиотизм абсурд чем кого молоко коров и коз других видов животных которые мы в природу да создала их молоко коров там косы неважно кого еще для своих собственных детенышей где совершенно другой состав даже отличается козь от коровью каждый отличается там набор гормин гормонов ферментов своих там набор информации программы которые закладываются маленький организм своего детеныша матерью это же совершенно сакральный процесс который исключительно как ключ к замку подходит что же люди извратили но извратили получите самые серьезнейшие заболевания в основном все автоиммунные именно от этой проблемы от высокомолекулярных белков животных особенно от коров в общем это посмотрите теперь что еще хочу сказать вот у меня здесь на моем блоге и фролов точка ру кстати есть подписка подпишитесь новости будете получать есть левая колонка вот такая да здесь вот мои выступления если вы нажмете здесь вот так вот по молочной проблеме да то вы откроется вот это вот так сказать страничка где вот кстати на втором месте тот самый ролик что сейчас пока до него когда меня решили пригласить на телепрограмму посмотрите оборжетесь то есть как вообще устроен телевидение как все заранее распламирано то есть ну это просто конечно то есть вот любую идею просто нужны зрелищи ну конечно непорядочно нехорошо на что делать устроено так там я на это конечно не пошел по хабище прочитайте интересно будет просмотрите вернее да тут видео теперь какой вред от молока молочи правда первая часть в обязательном порядке читайте эту большую статью уж не поленитесь и кстати очень много ценных комментариев там споры с отъявленными такими людьми которые отстаивают искать позицию о молоке вы посмотрите а есть ли аргументация вообще в их отстаивании логика хоть какая-то но там ахаивать ругаться это можно а вот что конкретно и какие доказательства кроме своих желаний личных или нам в пример бабушек которые ели ничего все нормально это ну просто нет слов вот вторую часть в обязательном порядке где уже есть такие любители аэруэда и так сказать измененных вед индийских которые так сказать отсылают к разным ведом хотя сами как правило не читали вот торсунов и тут вот ответ торсунову дословный прям разбирается его лекции подробно все о нем его тезисах разбираю я просто доходчиво для нормальных людей ну собственно просто почитайте это очень интересно ну и третья собственно часть это вот ответы читателей пришлось сделать третью часть возможно придется сделать четвертую ну и дальше тут есть еще кое-что о молоке хотя у меня есть еще а вот о здоровье и значит вот другое в блоге например там тоже можно найти значит о молоке так хорошо теперь давайте собственно покажу вам вот тот самый кадр это в ю тубе на канале и конечно у меня в блоге есть то самые мифы вот о японии суши мясо молоко отрывок из беседы есть целая беседа а это отрывочек из нее ну можете посмотреть так вот тут уже вызвало целую ну не бурю конечно вот например один уже тут написал начал отстаивать или вот такой йоксель моксель зовут человека значит он написал что значит тут все фигня это у азиатов потому что так сказать просто негде особенно японцы просто негде выгуливать поэтому скота нет именно молока нет поэтому так все это нормально естественно и все там мол не пишите ерунду всякую ну и тут свои вот это идиотизм на который сейчас я отвечать просто не хочу значит ну я ему написал что посмотрите хотят бессмысленно для вас не так кажется но тем не менее вот это вот посмотрите так ну и вот действительно про вот написали про головина русский мореплаватель адмирал который там вот действительно вот это вот ценно и это стоит почитать ну и давайте переключимся с вами конечно вот на ту самую книгу да а книга вот посмотрите стать японцем вот так александр мещеряков александр мещеряков здесь просто внизу ну так сказать я попытаюсь показать давайте посмотрим значит то что написано тут выше это не совсем интересно интересно другое интересно другое так сейчас я попробую поднять да вот интересно вот что что описывают японцы есть тут предвзятости конечно японские по отношению к европейцам очень интересно вот то что вот этот японец писал про голландцев ну не все конечно да он тут не будем это зачитывать но про возраст действительно что живут мало тем не менее что японцу до 100 вот это мол так ерунда европейцев до 50 что японцу до 100 дожить а вот интересно тело европейцев имела не только ужасную оболочку пишет со слов японских обывателей они заполнены его варварским содержимом внимание в их повседневную диету то есть европейцы входило мясо что для японцев дико им вменялось вину что они денно и ношно убивают и поглощают плоть то есть коров лошадей свиней кур то есть товарищ тот который там умничать насчет крупного врага скота который нет то что типу японцев земли мало даже кур это было дико для японцев товарищ умный дорогой так превращаясь таким образом в диких внимание и агрессивных зверей то есть тот кто потреблял животную пищу по мнению японцев это было настолько неестественно что эти люди превращались диких агрессивных зверей масло и сыр тоже казались японцам отвратительными на вкус как и на запах обвиняли европейцы в том что они пьют белую кровь внимание молоко то есть этого не было в традициях вообще и было неестественно то есть на уровне понимания что в природе таких извращений быть не должно в то же самое время японцы понятно что рис это была одна из значит культурных традиций но и европейцы не ели понятно ну вот написано в этой книге еще много чего интересного однако тем не менее тем не менее вот еще я давайте попробую показать книгу да я просто вот понимаете дело вот в чем вот как раз автор проблема то в другом проблема именно в том что как же люди в попытке оправдать свой любимый кусок мяса любимый стакан молока идут на самые так сказать идиотичные не то что даже умозаключение умозаключение это когда ты что-то проанализировал и сделал вывод на основании того что увидел прочел и так далее а когда подгоняют под якобы вот такой вот аля умозаключение просто свое желание и в угоду этому желанию пить допустим молоко приводится смешные идиотские доводы которые просто ни на чем не основаны всего лишь на подтасовки фактов под того как говорят тем хуже для фактов потому что я желаю это вот поэтому давайте проще поговорим по напоследок только вот о чем что просто подумайте что природа она не дура всегда вы будете дураком вернее идиотом дурак это совершенно другой термин если природа создала только так что любое млекопитающее животное кормит своих детенышей молоком в определенный срок жизни онтогенеза то есть участок времени определенный период жизни организма на определенном отрезке своем вот этом молочном скармливании и потом переходят все маленькие животные на видовой тип питания и едят то в течение всей своей оставшейся жизни что ест их папа мама прадедушки в миллионах поколений без исключений это естественно нормально так уж природа создала и предусмотрела то что человек извратил их и лакает молоко всю жизнь где совершенно создано молоко с программой составом химическим для того чтобы маленькое животное быстро встало на ноги так сказать набор определенный как инструмент запуска это гормональный против запуска иммуном всякие глобули на гумины другие иммунные белки которые так сказать нужны для запуска иммунитета маленького животного или ребенка неважно и вот материнское молоко ну разумеется естественно для кормления грудных детей но уже ребенок возрастает переходит на самолочного скармливания на видовое другое просто мы кормим всем что попало всякие смеси каши какие-то и прочее то чего нет природе и быть не может но я так сказать в этом не природа вина человека ну что же тогда удивляться что миллиарда людей миллиарды больных людей и умирают от болезней и не надо природе не умирают миллиарду животных от миллиардов так сказать более случаев болезней тех или иных нет и нет никогда онкологии автоиммунные заболевания есть другие но этого нет человеческих болезней, именно связанных с питанием, вот эти 99,9% всех заболеваний у человека, а все это из-за неадекватного питания, складывающегося годами, и к этому, конечно, добавляются другие факторы. Кто мои лекции не осмотрел, чтобы не говорить, что же я вот не вижу, эту проблему, эту, я все вижу, я все это объяснял, уверяю вас, что вы ничего не найдете, то, что я бы не говорил уже где-то в своих лекциях. То есть, я делю на 8 групп факторов, приводящих к болезни, одно из них это питание, но главное, другие 7 групп. Можете посмотреть мои вводные лекции какие-нибудь, да? Вот, ну, допустим, про вводные лекции, просто я покажу, что вот мои выступления, вводные лекции, и нажимаем и смотрим вот эти. Ну, я очень советую вот эту посмотреть лекцию, она очень сильно, скажем, изложена, я так считаю, вот это вот, вот ее, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите, дайте тем, кто еще, так сказать, не в теме, а потом уже можно что-то рассуждать, говорить. Нет, если вы не самодур, конечно, если вы хотите аргументированно, так тогда послушайте хотя бы аргументы, подумайте своей головой, не верьте мне, никому не верьте, я говорю, и мне не надо. Просто думайте, я же даю информацию для нормальных здравомыслящих людей, чтобы вы могли подумать и сделать вывод для себя, как дальше жить. Ваша жизнь, ваш выбор, я всего лишь даю возможность осмыслить, осознать, узнать что-то альтернативное от того, что вы верите. Ну, я говорю, обращаюсь, вы верите, это тем людям, кто, так сказать, вот еще считает, что человеческое питание – это какое-то мясо, хотя это, конечно, не мясо, а уже дентурированные, видоизмененные, так сказать, бывшие белковые тела, а ныне некая омровная масса, так сказать, мясо – это кровяной кусок мышечной ткани, оторванной или отрезанной от, так сказать, только что убитого или, так сказать, там, погибшего животного. А то, что сварили, это уже не мясо, ну, бывшее мясо, скажем так. Так вот, думайте своей головой, думайте, что вы делаете, что вы едите, что вы творите, и, может быть, вы сможете изменить и захотите к лучшему. Ну, еще нет тех людей, кто изменил сознательно, да, по, конечно, особенно по этическим соображениям, особенно свою жизнь, уйдя от поедания трупов животных, то есть от мясоедения или всеедения, как некоторые там считают, что человек всеядный. Ну, и не пожалел разумный ни один человек об этом. Ни Бернард Шоу, ни, так сказать, Никола Тесла, ни Лев Николаевич Толстой, ни Платон, ни Плутарх, ни Сократ. Я не буду перечислять всех тех веганов, сыроедов, которые когда-то сделали этот свой осознанный и очень приятный и порядочный выбор. Ну, и надеюсь, что вы тоже присоединитесь к их и к нашему общему числу. И, так сказать, это будет гармонично, естественно для вас и с осознанием. А важно именно понимать, осознавать, что вы делаете, для чего, зачем. Поэтому я предлагаю именно думать. Именно думать, а не фанатеть, в отличие от тех мясоедов, которые яро с пены у рта отстаивают свой любимый кусок, невзирая на разумные доводы нормальных людей и на, ну, просто факты, которые говорят об обратном. Ну, что ж, дорогие друзья, всего вам самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал, на мой блог и на канал в Ютубе и вы будете узнать, будете постоянно узнавать новую-новую информацию от меня, я думаю, очень важную. Новые встречи, новые записи, беседы, аналитика. Всего вам самого лучшего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok